Сейчас Россия, понятное дело, когда войны в Сирии, когда за последние 20 лет было несколько войн, созданных российским правительством, российской властью. Я имею в виду Грузию, Чечню, я имею в виду Украину, я имею в виду Сирию, я имею в виду в том числе Центральной Африканской республики. Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, мы должны демонстрировать псевдопатриотизм. Поэтому мы должны пересматривать историю и говорить о том, что где бы мы не воевали, это все было правильно. Вокруг Алексея Серебрякова разгорелся новый скандал. Известный своими критическими высказываниями актер на этот раз обвинил Россию в излишней агрессии. За Серебрякова вступился и Алексей Панин. Актер объяснил, почему поддерживает уехавшего за границу Серебрякова. Все правильно сказал Алексей Серебряков. Это понимает каждый здравомыслящий человек, у которого есть интерес к истории, у которого есть интерес узнавать правду, вообще какую-либо информацию. Люди, которые находятся в телевизионном зомбировании СМИ, они и живут как зомби. Но люди, которые интересуются, которые проявляют хоть какой-то интерес к тому, что происходит в реальности, которые читают хоть какие-то книги, которые смотрят какие-то фильмы, они понимают прекрасно, что происходит на самом деле в стране, в мире. «Очевидно это не только для Алексея Серебрякова», — сказал он. Панин полностью разделяет точку зрения Серебрякова. «Я понятия даже не имел, о чем Алексей Серебряков сказал, что так возбудила общественность. Могу сказать лишь одно, по какому-то стечению обстоятельств получается, что все мысли, которые Алексей Серебряков произносит, случайно они полностью совпадают с тем, о чем думаю я», — отметил актер. А вот певца Юрия Лозу, осудившего Серебрякова и заявившего, что артист лишь пиарится таким способом, Панин крепко приложил, назвав его непорядочным человеком. Мне все равно, что говорит Лоза, он очень плохой человек. Я лично не знаком с Лозой, но я знаю много людей, которые с ним знакомы, и которые высказываются о нем достаточно нелицеприятно. Лоза во многих жизненных ситуациях вел себя как подлец, поэтому я знаю о нем это. Про меня тоже многие люди высказываются нелицеприятно. Но это, как правило, люди, которые меня не знают. Люди, которые меня знают, обычно кардинально меняют мнение обо мне, и высказываются наоборот нормально, — пояснил актер. Панин подчеркнул, что мнение Лозы его не интересует. Что говорит Серебряков, мне интересно. Что говорит Миша Ефремов, мне интересно. Что говорит Гарик Сукачев, мне интересно. А что говорят Лоза, Александр Маршал и Владимир Винокур, мне по барабану. Да, Лоза написал несколько хороших песен, на которых выросло целое поколение, да, с этим я согласен абсолютно. Но то, что он непорядочный человек и подлец, это однозначно отрезал актер. В то же время об Алексее Серебрякове коллега высказывается исключительно положительно. Я знаю, что Алексей Серебряков не входит в число тех людей, которые бегают в Кремль за наградами и призами. Алексей Серебряков точно не сидит на банкетах. Леша Серебряков, он молодец. Он взял приемных детей, воспитывает своих. Леша замечательный артист. Артист с большой буквы. Он не просто хороший артист, он один из великих артистов этой страны. Это действительно так. И все коллеги прекрасно понимают, что Серебряков – это не просто один из хороших артистов. Это один из величайших артистов нашей страны, заключил Панин. Напомним, эмигрировавший в Канаду актер Алексей Серебряков в очередной раз обрушился с критикой на власти России. Он обвинил руководство страны в причастности к конфликтам в Грузии, Чечне, на Украине, в Сирии и в Африканских республиках. Громкое заявление Серебряков сделал на выступлении в Лондоне.